друзья я вам сегодня рассказать о болезнях диска да это достаточно старая тема да конечно уже очень много сказано но к сожалению огромное количество непонятного и разногласий наблюдается именно в этом направлении это очень частое заболевание да это очень частые заболевания и они сожалению очень плохо распознаются ветеринарными врачами абсолютно не распознаются владельцами собак а существует огромное количество заблуждений существует огромное количество непонятных терминов откуда-то взявшихся на которые описывают болезни диска как бы описывают на самом деле конечно они не описывают ничего общего с реальными представлениями о данном заболевании не имеют например довольно часто я слышу слово диск стерся диск не может стереться то есть это невозможно существует такой даже нельзя сказать что это термин а такое какое-то понятие которое на самом деле ничего не определяет это диск выпал то есть диск не может не выпасть не стереться с чем это связано это связано с тем что в общем то нет понимания анатомического строения диска да то есть большинство людей воспринимает диск нет нечто что-то похожее на диск компьютерный диск который может куда-то вставлен и может откуда-то вытащиться или куда-то сместиться или с ним может произойти что-нибудь похоже на самом деле конечно этого происходить не может как выглядит настоящий диск у собак у кошек та же самая ситуация обратите внимание вот это внутри диска находится ядро вот сейчас я вам показываю снаружи это такое фиброзное кольцо фиброзное кольцо это плотная твердая ткань это соединительная ткань это рубцова капсула сустава да то есть фиброзная ткань которая собственно говоря определяет и формирует сам диск она очень плотно может быть наверно прирастает костной ткани поэтому а произойти какого-то смещения вот этого образования просто не может быть нас в первую очередь при данном станции интересовать непосредственно само ядро сегодня поговорим о болезни дисков первого типа и мы будем разговаривать как раз о изменении строения этого ядра в норме ядро должно быть желеподобной тканью это достаточно мягкая желеподобная ткань с свойствами воды а в воде как мы знаем давление распространяется равномерно во все стороны поэтому в общем то вот именно изменения вот этого ядра в первую очередь обуславливают болезни диска первого типа это то ли море дисков мало мы сегодня поговорим вот поэтому очевидно что это является как раз основополагающих основополагающие проблемы дать меня и химического и физических свойств мира мы поговорим о классификации болезни дисков собак немножко из истории но и состояние на сегодняшний день когда-то очень давно в 1952 году была придумана классификация дисков по хансену там было собственно говорят две болезни дисков хансен тип 1 и хансен тип 2 эти болезни эти болезни да они в общем-то на сегодняшний день тоже существуют но с 1952 года года прошло очень много времени как мы понимаем на сегодняшний день то что мы знаем о болезни диска очень сильно отличается от тех от того понимания которое было в те годы поэтому использовать ту классификацию которая была когда на сегодняшний день просто бессмысленно к сожалению сожалению либо из-за недостатка знаний либо из-за недостатка опыта либо нежелание вообще знать часть все-таки ветеринарных врачей используют эту классификацию отчасти возможно это связано с тем что достаточно сложно владельцу животным собаки объяснить что такое болезни дисков и как она происходит что с ней надо делать и как ее в общем-то лечить поэтому возможно для упрощения скажем так реальности некоторые врачи все еще используют эту классификацию естественно мы не используем эту классификацию такая сильно устарела и в общем-то абсолютно не отражает реальное положение вещей на сегодняшний день что же есть на сегодняшний день вот классификация по обе 2016 года она включает в себя семь типов болезни диска да то есть не два типа как было в прошлом веке от 7 типов hansen тип 1 и hansen тип 2 здесь также есть это то есть это те два типа болезни диска которые в общем-то пришли к нам из 52 года почему важно называть тем или иным названием определенное заболевание это относится не только с болезням диска это относится к вообще любому заболевание потому что в зависимости от того какая болезнь будет абсолютно разное лечение будет абсолютно разный подход и будут разные хирургические методы мы не будем лечить болезнь дисков 1 типа также был болезнь дисков 2 типа да это очень очень важно да поэтому если речь идет о травматическом разрыве диска это совершенно другая болезнь она имеет совершенно другую причину она имеет совершенно другой исход да и течение болезни то есть каждая болезнь дисков в этой классификации будет иметь разный разная клиническая течение разную причину да и собственно говоря разные исходы разные операции и это очень важно поэтому мы должны определить какая болезнь диска у нас данной ситуации имеется более того знание именно типа болезни диска дает нам понимание почему надо лечить данное заболевание именно так и почему именно так надо проводить диагностику а если мы посмотрим классификацию болезнь диска у людей то ничего общего между классификацией болезнь диска у людей это вот собственно говоря это классификация у людей она не имеет с собаками я вообще сейчас не говорю про кошек потому что у кошек никакой этой классификации не людей не собак нет да то есть про кошек мы сейчас не говорим даже в о них особо не упоминаем. Поэтому перенести те знания, которые мы имеем относительно людей или относительно собак на кошек нельзя. Если мы посмотрим на классификацию болезни диска, то мы знаем, что на сегодняшний день есть 7. На самом деле их, конечно же, больше. Но пока часть из них не классифицирована. Но в каждом типе болезни диска есть еще свои клинические варианты. И это тоже очень важно знать, потому что будут разные методы лечения. Поэтому это тоже очень важно. И мы должны определить, какой вариант. Сейчас бы я хотел рассказать только о одном заболевании о болезни дисков первого типа. Если мы говорим о Хансен. О Хансен тип 1. Мы намеренно не называем слово «грыжа». Потому что никакого отношения к той классификации, которая есть у людей, данное заболевание, естественно, не имеет. И вот использование вот этого слова «грыжа» или слово «дископатия» оно прибудет, просто запутывает людей, запутывает владельцев. Они начинают искать в интернете несуществующие способы лечения и, в общем-то, начинают лечить несуществующими лекарствами и так далее. Поэтому каждую болезнь надо называть так, как она называется. Это очень важно. И сейчас мы поговорим о болезни дисков по Хансен тип 1. Это наш самый частый пациент. Естественно, таксы никакие не длинные. У них просто короткие ноги. К сожалению, вот это заблуждение, связанное с тем, что визуально кажется, что таксы длинные, а частью ветеринарных, даже врачей, в общем-то, трактуется, как причина болезни диска. На самом деле, конечно же, таксы не длинные. У них просто короткие лапы, у них нормальный позвоночник, нормальные тела позвонков, никаких анатомических нарушений, связанных состоянием позвоночника у них нет. в отличие от французских бульдогов, которые на самом деле короткие. У них позвонки в родном отделе имеют очень маленькую длину или вообще отсутствуют. Но тем не менее, они также подвержены болезни дисков первого типа и другими болезнями тоже. Поэтому, в общем-то, да, у нас это самый частый пациент. Но не единственный. Вот обратите внимание, здесь МРТ борзой, это Бразаэль. Вот, мы ее прооперировали в пятнадцатом году, а в девятнадцатом году у нее произошел в другом месте, естественно, да, тот же самый процесс. борзой на сегодняшний день в девятнадцатом году, через четыре года, тоже оказалась болезни дисков первого типа. Причем, с интервалом буквально в неделю два эпизода. Вот. Поэтому болезни дисков первого типа бывает у любой собаки. Не обязательно это может быть такса, не обязательно это может быть там французский бульдог, пекинес, ну и так далее. это может быть любая собака. Все собаки подвержены данному заболеванию. Это очень важный момент. То есть, если вы видите собаку крупной породы, подумайте о том, что у нее может быть та же самая болезни дисков первого типа, как и у такса. Вот, обратите внимание, как распределяется вещество у этой борзой. Оно распределяться может так угодно. Оно распределяется сбоку, сверху, над спинным мозгом. И это крайне важно. Обратите внимание, чем отличается нормальный диск от диска при болезни дисков первого типа. То есть, мы видим такое же точно фиброзное кольцо, как и в норме, но имеются изменения в самом пульпозном ядре. Пульпозное ядро становится плотной твердой тканью. Из-за этого и происходит заболевание. А гистологически это гиалиновый хрящ. Крайне это важно. То есть, вещество ядра диска вот это, оно становится плотной, твердой тканью. Плотной, твердой тканью гиалиновым хрящом. Такого нет ни у одного типа вида животных, ни у кошек, ни у собак, ни у людей. этого не происходит. Если мы сделаем гистологию вот этого ядра, то мы увидим, что это плотная твердая ткань, это гиалиновый хрящ. Конечно же, когда мы начинаем понимать, что это гиалиновый хрящ, мы автоматически, как только мы осознали эту мысль, понимаем, что не может существовать профилактики, не может существовать лекарственных препаратов для разрушения гиалинового хряща. Это невозможно. Вот мы смотрим на гистологию этого вещества и понимаем, что ни о какой профилактике болезни диска первого типа речь идти не может, потому что мы не можем изменить никак физические свойства гиалинового хряща, находящегося внутри диска. Это нормальный межпоголковый диск. Вот так выглядит его гистология. То есть это жидкостью заполнены такие полости. вот так может выглядеть болезни в шее у таксы. Вот так выходит это вещество в канал и может повреждать спинный мозг. Здесь спинный мозг удален. Это выпавшее вещество, которое влияло на спинный мозг и его повреждало. Вот так оно может выглядеть. Обратите внимание, это маленькая дырочка, через которую произошел выход вещества. да, то есть в дырочку вот, а вещество распространилось вот таким образом вдоль тела позвонка, оно находится сбоку от спинного мозга, оно может находиться в любой собственно говоря, точке позвоночного канала, сверху, снизу, сбоку, может распределяться любым способом. Раньше была классификация такая, собственно это уже достаточно старая, когда мы думали о том, что вещество может распределяться только тремя способами, да, но на самом деле естественно это не так, оно может распределяться любым способом, не тремя способами, а любым. И это крайне-крайне важно, никогда не бывает одинаково. Капли воды, которые упали на стекло, они все разные, да, то есть нельзя найти абсолютно одинаковые капли, они будут отличаться также вещество, гидродиска будет абсолютно по-разному распределяться. Это вот на компьютерной томографии мы можем зайти в позвоночный канал и посмотреть как выглядит это вещество гидродиска. Еще раз повторю, вот это вещество гидродиска, так вот оно распределяется, да, справа, слева, внизу, вот так это видно. Вот достаточно хорошо видно, что вещество гидродиска распределяется сверху спинного мозга, сбоку спинного мозга и снизу спинного мозга. А вот обратите внимание, то есть оно выпало из диска и оказалось над спинным мозгом. Почему это важно? Потому что это будет важно, когда мы приступим к хирургическому лечению. Мы должны делать такой доступ, при котором мы сможем достать вот это вещество. снизу спинного мозга и сверху, да, то есть и сверху и снизу. И это крайне важно. Если вы сделали хирургический доступ, который не позволяет это сделать, к сожалению, так делают очень часто, вот, делают не совсем правильный доступ, ну, скажем так, он может быть в некоторой степени и может позволить дойти до вещества, но только в некоторой степени. поэтому в общем-то это важный момент. Это вот после введения контраста. Обратите внимание, то же самое с собакой, мы ввели контраст, и вот как спинной мозг прижимается к телам позвонков. То есть вот это тоненькое, это то, что осталось от спинного мозга. То есть он сверх сжат веществом и снизу он сжат веществом. То есть хирургический доступ должен быть обеспечен на трех позвонках. На этом, на этом, на этом, ну возможно еще на этом. Вот 3-4 позвонка нам придется вскрыть для того, чтобы убрать это вещество. Вот как выглядит тот же пациент. То есть вы видите, спинной мозг полностью окружен веществом. Поэтому когда будем убирать доступ, мы должны сделать такой доступ, при котором мы сможем убрать все это вещество. И еще не забыть то вещество, которое находится под спинным мозгом. Это важно. Если вы этого не будете учитывать неправильно прооперируйте собаку. И это к сожалению достаточно часто встречается в нашей практике. Вот какой должен быть доступ. Обратите внимание как должна быть вскрыта душка позвонка. То есть мы идем не вдоль остистого отростка. Я думаю что я смогу сделать видео в ближайшее время. Я уже сделал его. Надо будет вам представить как делать геомеламинектомию. К сожалению геомеламинектомию все еще делают доступом идя через дорсально вдоль остистого отростка. Естественно это неверный способ такого доступа. Потому что вы не сможете эффективно подойти к диску и не сможете убрать отлично вещество ядра диска сверху и снизу спинного мозга. То есть центрально и дарсально да то есть вы не сможете его убрать. Если вы будете идти вдоль остистого отростка доступ должен быть боковой. Прямо над суставным отростком. То есть не сверху а и вот так мы это увидим. Таким вот образом мы удалили это вещество обратите внимание. Вещество может смещаться по-разному. Вот клинический вариант еще другого смещения. Из этого диска вещество ушло вперед. Оно может идти вперед может идти назад сверху снизу как угодно. Это важно. Я пытаюсь вас вам это несколько раз повторить потому как именно на этом это основная ошибка начинающих врачей которые пытаются найти вещество которое выглядит приблизительно вот так то есть диск разорвался и вещество вышло и вот его нашли в одном месте и назвать место расположения вещества по позвонкам то есть между пятым и шестым поясничным например а на самом деле оно находится не между пятым и шестым к примеру поясничными подвоками а может находиться где угодно обратите внимание вещество сместилось в позвоночный канал и давит на спину вызывает компрессию спинного молока сдавливания спинного молока и часть вещества распределилась вдоль корешка вот это очень важный момент обратите внимание то есть оно может распространяться вдоль корешка и вызывать боль оно может распространяться только вдоль корешка. И мы тогда не увидим неврологических симптомов никаких. Мы увидим только сильную боль. То есть дефицита неврологического мы не увидим, а увидим только боль. И связано это будет с поражением корешка. Собственно говоря, вот это очень важный момент. Вот так будет выглядеть на миелографии. То же самое. Видите, здесь происходит сдавливание спинного мозга. А для миелографии вот это вещество, которое входит в вдоль корешка, оно естественно недоступно. Что является крайне важным и основополагающим, когда мы начинаем лечить данное заболевание? Что мы должны в первую очередь понимать, когда приступаем к лечению данного заболевания? Это то, что вещество диска может быть разным. Поэтому не надо сравнивать болезнь диска у собак с болезнью диска в режиме диска у людей. Да? Потому что там гистология совершенно другая. Там совершенно другие причины и другая, собственно говоря, болезнь. Более того, даже при болезни дисков первого типа вещество бывает абсолютно разное. Поэтому, когда вы начинаете хирургическое лечение, вы должны понимать, что миелография не показывает тип болезни диска, она показывает, как и в каком месте спиной мозг сжат, чем то. Это может быть все, что угодно. Мы можем определить только какое вещество припойм рт. Мы можем по ангеловской плотностью определить на кт. Потому что иногда диск вообще не виден на кт. Без контраста. Поэтому вещество диска может быть разным. Оно может быть как творог. Буквально как творожок. Может как кусочек плотной фиброзной ткани. А может быть с фрагментами осификации или прям как кость. Бывает такое, что мы видим просто фрагмент кости, который воткнулся внутрь спинного мозга. Это крайне важно. Фрагмент плотный, твердый, который находится внутри позвоночного канала и травмирует спинный мозг, он может быть костью. Физически это кость. Вот. Ну, по своим физическим свойствам. Поэтому бывает огромное вещество, да много вещества и связано с тем, что объем создается гематомой. Поэтому когда мы оцениваем сколько вещества, рассосется оно или нет, когда начинаются разговоры о том, что вещество может быть много, а в общем-то собака начала ходить и сама. Так вот, это связано с тем, что большую часть вещества из себя представляет собственно кровь, гематома, которая просто рассосется со временем вот и все. Это очень важный момент, это надо понять, осмыслить и, в общем-то, применять в практике. когда мы ходим в позвоночный канал, мы удаляем то, что вызывает сдавливание спинного мозга. Когда начинающий ветеринарный врач начинает оперировать такс и других собак болезнистов первого типа, он привыкает к тому, что, сделал первые 2-3 операции, если 2-3 операции, которые он сделал, там он видит вещество, чаще всего будет как порошок такое, беленькое, открывая канал в другую пациенту, он этого не видит, и он оказывается в состоянии недоумения, как же так, вот это потому, что вещество может быть абсолютно разным, разным, по гистологии, по составу, и обратите на это внимание. Какие бывают последствия болезни диска первого типа, достаточно много, они распределяются на то, лечился пациент или не лечился, после того, спинной мозг был поврежден в тех участках, где он был поврежден, образуются некие кисты, вот такие вот, на МРТ, потому что те участки, которые разрушились, они уже могут быть разрушены, это очень важно, поэтому лучше каждый раз убирать то, что сдавливает спинной мозг, потому что вот эти повреждения мозга не накапливаются. также вещество остается, обратите внимание, да, оно и спинной мозг повреждается, если оно не было удалено, компрессия остается, поэтому лучше все-таки лечить хирургически, удалять то, что вызывает компрессию. вот так может выглядеть вещество, и вот пациент через 3 месяца после операции мы удалили вещество, и вот ему, собственно говоря, сдавливания спинного мозга уже нет. Вот так это было, вот эти снизу, сбоку, с левой, с левой стороны мозг был сужен, это после хирургического лечения, ну, функция восстановилась полностью. Это является очень важным моментом, да, хотя по обратной мы видим, что часть мозга все-таки разрушила, она перестала функционировать, нормально, тем не менее, наш пациент абсолютно идеально ходит. Вот поэтому по возможности лучше, конечно же, убрать то, что сдавливает спинный мозг в каждом случае. Какое лечение мы используем, собственно говоря, при лечении болезнистов, первого типа. Ну, в первую очередь, конечно, мы используем принципы, используем в нейтрологии, при любых вареньях центральной нервной системы, головного, спинного мозга, используются одни и те же принципы. Вот. В первую очередь, мы должны знать, что спиной или головной мозг ничего не должно сдавливать. Не должно ничего сдавливать ни снаружи, ни внутри. это очень важный момент. Если спинной мозг сжат чем-либо, он травмируется и атрофируется. Это очень важный момент, который, в общем-то, мы должны всегда учитывать и максимально быстро освободить спинной мозг от того, что он сжат чем-либо. это могут быть фрагменты костей, это могут быть опухоли, это могут быть при болезни диска, первого типа вещества ядродиска, собственно говоря. То есть, вот это мы должны учитывать. Дальше, мозг должен лежать на своем месте. С чем это связано? Это связано с тем, что к нему подходят сосуды, и они при любом смещении спинного мозга перестают нормально его питать, а главное перестают отводить от него кровь. Поэтому именно место расположения мозга крайне важно с точки зрения кровеснабжения, притока и оттока крови. Дальше, ничего не должно препятствовать току ликвара. Это очень важно. Ничто не должно нарушать кровоток в венозных синусах и артериях. Это важный момент. Поэтому, собственно говоря, он напрямую связан с расположением спинного мозга. в том или ином виде. Он должен лежать именно там, где он должен лежать. Поэтому надо восстановить целостность позвоночного канала, убрать все фрагменты, которые там есть, которые сдавливают спинной мозг и нарушают кровоток. В принципе, все методы лечения хирургического основаны именно на этом. Какие ожидаемые результаты при болезни дисков первого типа? Ожидаемые результаты представлены в данной таблице. Обратите внимание, что если степень дефицита неврологического у пациента низкая, то восстановление без хирургического вмешательства крайне высока. Это очень высокий процент самовоздоровления. Практически при первом степени дефицита неврологического был находить тот же самый процент выздоравливающих чуть больше при хирургическом лечении ненамного. Обратите внимание, насколько сильно меняется вероятность восстановления у пациентов с большими степенями. Если это пациент имеющий степень дефицита пятую, то без хирургии он восстановится только в пяти процентов в случае. Если мы сделаем операцию в первые сутки, то половина пациентов восстанавливается. А если уже прошли больше суток, то пациент выздоравливающих резко падает. Что мы видим из этой таблицы? Мы видим из этой таблицы, что любых пациентов надо лечить. Любая собака может начать ходить. Даже если провели хирургическое лечение. тем не менее хирургия надо максимально быстро. Тем не менее сегодня провели быстро. Ее надо все равно проводить, потому что процент выздоравливающих все равно будет выше. Возможно, если прошел месяц-два, из десяти пациентов поправится только один, но это будет все равно один пациент, которого вам удалось вылечить. При первой степени дефицита мы используем вот такой способ. Мы используем клетку. такую клетку. Для чего это надо? Для того, чтобы вещество ядродиска не вышло обратно в канал в большем объеме. И пациент поправился. Массаж плохо. Массажем вы начинаете двигать позвонки от другого и вещество выпадает. Это крайне плохо. Манеж пациент будет становиться на задние лапы и не будет никакого эффекта. поэтому вот такой способ лечения. клетка. Вот такого типа. Не манеж, не баня, не диван. Понятно, что часть владельцев к сожалению все еще не знает нюанса и пытается ограничивать движение на диване и способами у пациента. на самом деле это тот способ лечения который необходим пациентам с низкими степенями дефицита и с болезнью дисков первого типа подчеркну с болезнью диска первого типа ни второго ни другого первого типа это важно только первого типа все остальное не лечится клеткой все остальное лечится в зависимости от того какая болезнь вот что нужно для того чтобы вещество не вышло таким образом клетка тогда это вещество не выйдет в канал и не повредит спинной мозг оно останется под собственно говоря связкой вот так как у этой собаки обратите внимание пекинез к сожалению это вскрытие у него была болезнь дисков первого типа однократно не вышло вещество в канал и заросло это все фиброзной тканью и вещество уже не будет выходить именно на этот момент надо пациента посадить в клетку на две недели чтобы вещество не вышло и заросло фиброзной тканью вот так это будет выглядеть это важно вот собственно говоря вещество диска которое вышло и оно осталось в течение трех лет на том своем месте на котором оно и вышло и не было удалено вовремя хирургическое лечение которое мы используем при болезни дисков первого типа это геми ламины томи крайне важно делать именно это хирургическое вмешательство удаляется вот эта часть позвонка доступ осуществляется не вдоль остистого отростка то есть не вот отсюда а вот отсюда почему это делается так это делается так потому что мы сможем хорошо визуализировать вот эту часть диска и провести фенестрацию если вы не провели фенестрацию считайте что вы не делали операцию более того при таком доступе мы хорошо будем видеть то что находится под спинным мозгом и над спинным мозгом то есть фактически нам будет недоступна только вот небольшая часть вот эта часть спинного мозга и позвоночного канала то есть все что находится над спинным мозгом под спинным мозгом и сбоку от спинного мозга мы сможем убрать вот так выглядит этот доступ у наших пациентов и вот так он выглядит наркоте обратите внимание доступ был сбоку мы зашли и удалили суставной отросток и мы хорошо визуализируем диск потому как мы должны провести фенестрацию диска вот таким способом дальше мы видим то что находится над спинным мозгом и под спинным мозгом поэтому вот то что мы видим во время костохирургического лечения ну и во время операции вот еще такой вариант то есть вот так должны это увидеть мы подойдем к диску мы подойдем к спинному мозгу мы подойдем справа слева здесь представлена мегография пациента да то есть он был прооперирован обратите внимание никакого сдавливания мягкими тканями не происходит внимание вот контрастное вещество вами как пациент после операции и поставки закрыли ран операционную мы видим что колонны контраста да она не не сдавлены мы не нарушаем топ ликва поэтому никакой прокладки в виде жира проводить в общем-то не нужно не надо делать потому что давление не будет если вещество находится только в очень небольшом объеме мы можем сделать миги мелами это ставишь вставной отросток это не принципиально никак не влияет на прогноз как влияет на собственно говоря само лечение но просто участие пациентов его можно сделать вот так это выглядит на собственно говоря в операционной ранее и вот этот пациент который мы это сделаем да то есть вот таким вот образом когда вещество упал выпало очень ограничено но не расходится по позвоночному каналу не расходится над спинным мозгом мы можем провести вот такой способ вот эта операция не делается приборении дисков первого типа да то есть почему она не делается потому что при данной хирургии мы не можем удалить вещество из подспинного мозга и мы не можем сделать фенестрацию поэтому вот данный тип хирургического лечения приборения типа практически никогда не можно быть использованы да потому что мы Мы не сделаем финистрацию, потому что мы не удалим вещество. Это крайне важно. Никакой гемиаламинектомии вот такого доступа при болезни диском первого типа не бывает. Такой доступ мы используем при опухолях спинного мозга, при опухолях тела позвонка иногда, когда опухоль находится в этой зоне. То есть обычно это доступ при опухолях спинного мозга, для того чтобы зайти внутрь мозга и удалить оттуда опухоль. Вот так она выглядит. Так мы видим фердую оболочку. И естественно никакого доступа к нижней части спинного мозга, к дискам в этой ситуации быть не может. Но хороший доступ к самому спинному мозгу с целью удалить из него опухоль. Это как раз такой пациент, которому к сожалению было сделано именно гемиаламинектомия. И вот обратите внимание в 2011 году мы сделали ламинектомию, но не удалили вещество ядродиска. И это вещество ядродиска так и осталось внутри канала. И в 2013 году мы сделали марта этой собаки. Оно как было, так там и осталось. Собака к сожалению не начала двигаться. То есть это была абсолютно бессмысленная операция. Бессмысленных операций делать не нужно. Поэтому ни в коем случае не делаем никаких ламинектомий у этих пациентов. Я уж не говорю о том, что не удалили вещество, но еще и не сделали фенестрацию. Вот так это выглядело уже в 2013 году. Видите, что как было, так и осталось. То есть это в общем ненужная операция. Вот схематично показана фенестрация с гемиаламинектомией при болезни дисков первого ладьера. Вот именно так будет выглядеть пациент после данного хирургического вмешательства. То есть мы должны обязательно удалить остаток вещества из ядра. Мы должны удалить вещество из под спинного мозга, из чего оно там было, да, и над спинным мозгом также. И обязательно провести фенестрацию. Это крайне, крайне важно. Обязательно фенестрацию. Ну поэтому и доступ будет именно тот, который я вам говорил. Не вдоль остистого отростка, а сбоку, со стороны суставного отростка. Сбоку будет доступ. Только так мы хорошо можем провести фенестрацию. Если речь не о болезни дисков первого типа в шее, то, опять же, важно, как вещество распределилось. У большинства пациентов будет использован вентралслот, так называемый, да, при болезни дисков первого типа. Вот так распределяется вещество у большинства пациентов. В нашей практике были случаи, когда вещество было сверху спинного мозга. И тогда мы в этом месте делали ламинектомию. Да. То есть это единичные, очень-очень редкие случаи. И существует при компрессии спинного мозга сбоку доступ боковой. То есть существует тоже такой доступ. Это тоже мы его используем достаточно редко. Большинство пациентов при болезни дисков первого типа в шее мы будем использовать вентральный слон. Вот как проводится вентральный слон. То есть мы делаем пропил в телах позвонков. И вот таким вот образом, в общем-то, мы должны удалить вещество из позвоночного канала. Есть очень маленький такой достаточно важный нюанс. Обратите внимание, что канал может смещаться в ту или иную сторону. То есть либо вправо, либо влево. У каждого врача это происходит по-разному. Существуют исследования, в которых показано, что у каждого врача, у каждого хирурга, вот это смещение может быть различным. Зависит на самом деле от того, с какой стороны стоит хирург. Поэтому если вы видите, что вам надо сместить нейтральный слон в ту или иную сторону, встаньте с той стороны, при котором он будет смещаться именно в нужную вам сторону. Изучите просто свою технику и используйте это с целью лечения ваших пациентов. Вот так выглядит нейтральный слот. Он сама где-то на 3D модели после хирургии. Если мы спросим, есть ли грыжа, это является очень важным, то тогда мы увидим, что, к сожалению, в русскоязычном интернете, в русскоязычном интернете огромное количество именно таким образом называют болин диска, и из-за этого используются различные псевдолечения. Это прозырины, артрагликаны, салкосерилы, травматинные и так далее. То есть, к сожалению, русскоязычный интернет, он пестрит именно вот этим псевдолечением, и, к сожалению, ничего с этим делать, пока нам не удается. То есть, никаких консервативных методов лечения в реальной жизни, кроме клетки, не существует. Да, поэтому мне очень много пишут писем, в которых, собственно говоря, к сожалению, именно болезни дисков лечат консервативными методами. На самом деле этого не бывает. Но рентгене пытаются что-то там найти. Это тоже очень плохо, потому как, естественно, на рентгеновских снимках нельзя, это описание геновского снимка, нельзя ничего увидеть с точки зрения болезни дисков первого типа. Поэтому пытаются верить в высоту дисков, пытаются еще что-то делать. Ну, это просто бессмысленный набор слов, который, в общем-то, не отражает сути болезни. Это очень важно. Ну, и, соответственно, когда мы видим несуществующие диагнозы, мы видим и несуществующие лечения. Различные препараты, которых на самом деле с точки зрения нормальной медицины нет. Ну, и уж с точки зрения болезни дисков тем более нет. С другой стороны, как только вы увидели, что ваш ветеринарный врач надачил это лечение, вы сразу будете понять, что ничего общего с лечением реальной болезни дисков первого типа это не имеет и можете просто поменять врача. Это, к сожалению, с одной стороны хорошо, с другой стороны не очень хорошо. То есть, лучше бы, если доктор поставил диагноз и посадил собаку в клетку, либо прооперировал, чем и так больное животное подвергал ненужным инъекциям, абсолютно никак не влияющим на болезнь, это было бы намного лучше. То есть, травомелий, дискуссов, естественно, мельгамм никаких не существует. Они никак не могут рассосать диаленовый хрящ. То есть, не может этот диаленовый хрящ рассосаться под воздействием каких-то веществ. Их не существует вообще. Но в России очень интересная ситуация произошла. Пытаются диаленовый хрящ разрушать хрондропротекторами. То есть, с одной стороны, типа артерогликана, пищевой добавки, и даже гиалуроновую кислоту пытаются делать в вену собаки для того, чтобы, задумайтесь, разрушить диаленовый хрящ. То есть, в одной ситуации, они его используют для того, чтобы его восстановить. И пишут в рекламе, что тот или иной препарат позволит лучше питаться гиаленовому хрящу, и тут же используют его для разрушения гиаленового хряща. Это есть, к сожалению, только в России. Да, ни в одной стране мира, в общем-то, этого нету. Только в России гиаленовый хрящ пытаются разрушать хрондропротекторами. И одновременно восстанавливать гиаленовый хрящ хрондропротекторами. Его нельзя ни разрушить, ни восстанавливать. Но вот такой вот нюанс. Да, то есть, в общем-то, вот этот гиаленовый хрящ, да, пытаются разрушать вот этими хондроитином каким-то образом, и одновременно пытаются его восстанавливать в суставах. Очень странная ситуация. Очень странная, когда мы спрашиваем у наших американских коллег, если у них такое, они нас смотрят с непониманием. Они даже вопрос понять не могут. Мы не спрашиваем, а используют ли у вас случайно? Ну, такие разные малообразованные врачи или там другие люди, хрондропротекторы для лечения болезни дисков, они не понимают вопроса, да, то есть, это невозможная ситуация в цивилизованном мире. К сожалению, у нас это повсеместно. Надеюсь, что, прослушав эту лекцию, вы поймете, что гиаленовый хрящ нельзя разрушать с помощью хрондропротекторов. А именно, болезнь дисков первого типа и происходит из-за того, что меняются физические свойства ядра диска. Он превращается в гиаленовый хрящ. Вот такое словосочетание. Причиной болезни диска является хрящевая метаплазия ядра диска. Но, к сожалению, она достаточно сложна для понимания. Но смысл этих слов в том, что происходит изменение структуры ядра диска. И он становится плотной, твердой тканью. И он ничем не разрушается. Поэтому нет профилактики. То есть, мы не можем профилактировать болезнь диска. Мы не можем и в то же время, мы не можем их имитировать. То есть, мы не можем взять собаку и сделать у нее болезнь дисков первого типа. Нельзя профилактировать. Нельзя моделировать. Из-за того, что мы не можем моделировать, мы и не можем профилактировать. Это очень важный момент. Всем хочется не давать собаке прыгать. Всем хочется не давать собаке лазить под диваном. Это не влияет никак вообще. Пол не влияет. Это не влияет на проявление частоту рецидивов. Ну, не рецидивов, а новых эпизодов болезни. Поэтому, к сожалению, мы не можем повлиять на это никак. Это очень важно понять. Почему это очень важно понять? Что нет профилактики. Это надо понять для того, чтобы когда у вашей собаки происходит данная, собственно говоря, ситуация, когда происходит разрыв фигурозного кольца, и вещество ядрадистское выходит в канал. А вы думаете, я же не давал собаке прыгать. Значит, у нее не может быть этой болезни. На самом деле, все ваши действия никак не влияют на болезнь. И это важно. Это важно понять и осознать. Нет способов вызвать болезнь. Нет способов профилактировать болезнь. Поэтому болезнь дисков никаким образом не лечится. Никаким вариантов медикаментозного лечения не может быть. К сожалению, вот эти наши препараты, типа тадликанов, там гиалуроновой кислоты и так далее, пытаются лечить. Но она на самом деле пытается лечить несуществующую болезнь. То есть, обратите внимание, пытаются лечить без позвонкового стеохондроза. Но классификации болезней дисков, обратите внимание, оригинальная, собственно говоря, классификация, нет такой болезни. И когда вы видите, что вашу собаку пичкают препаратом, или вообще пищевой добавкой, которая лечит межпродолковый стеохондроз, то вы задумайтесь, что такой болезни нет. Значит, доктор, скорее всего, не имеет никакого понимания о том, что он лечит. А раз он не понимает, что он лечит, значит, он лечит неверно. Это очевидно. По поводу рентгена. Я уже показывал заключение по рентгеновскому снимку о изменении, собственно говоря, высоты дисков. Обратите внимание, как раз пациенту, у которого сделан рентгеновский снимок, и МРТ этого же пациента. Обратите внимание, что у него болезнь дисков во всех дисков, которые попали на зону исследования. Поэтому сам смысл сравнивания высоты дисков не имеет никакого смысла. То есть вы пытаетесь сравнить, например, этот диск, больной диск с больным диском. А по рентгену вы не знаете, какой из них больной. Вы не знаете, какой из них из этих дисков, собственно говоря, вызвал проблему. Потому что вы не видите гиалиновый хорящ на рентгеновском снимке. А по каким-то изменениям размера диска понять, что этот диск таким стал из-за того, что вещество вышло, мы не можем. И вот это вам как раз очень хороший клинический пример, когда мы видим изменения и компрессию болезни дисков первого типа в разных дисках. И рентгеновский снимок этой же самой собаки. где все диски изменены, поэтому мы не можем определить, сравнить по рентгену, какой, с каким мы должны, собственно говоря, сравнить. Поэтому рентген вещь бессмысленная. Вот болезнь дисков первого типа у пациента. здесь делал снимок, к сожалению, естественно, диалиновый хрящ не виден. Это именно диалиновый хрящ, он не виден на рентгене, видны только кости. Кости к болезни диска первого типа не имеют никакого отношения. Вот. На самом деле, рентгеновский снимок не помог еще ни одному пациенту с болезнью дисков установить или спланировать лечение. Что мы можем увидеть на рентгеновском снимке? Мы можем увидеть какой-то большой перелог. Мы можем увидеть большое новообразование тел позвонков. Мы можем увидеть пулевое ранение. Мы можем настроить рентгеновский аппарат для проведения неелографии. И не ищите того, что нет на рентгеновском снимке. Не пытайтесь по рентгеновскому снимку поставить диагноз. это крайне важно дальше постоянные идут споры о том вводить контраст при как исследовании либо нет вот обратите внимание пациент у которого сделано к.т. на к.т. мы видим болиндийском да это какая-то болиндийская скорее всего старая эти собаки не хотели вводить сначала контраст но потом доктор речи этой собаки настоял день и контраст обратите внимание где оказалось вещество она оказалась абсолютно в другом месте она оказалась в области четвертого и пятого поясничных позвонков 7 6 5 4 мы не видим в этом месте на обычном к.т. собственно говоря ничего мы видим это на миелографии обратите внимание как видим на миелографии то есть на миелографии мы видим это что мы видели изначально на обычном к.т. вот в этом месте не имеет отношения к заболеванию у данного пациента поэтому естественно контраст надо вводить даже если вы отчетливо видите какую-то компрессию который там очевидно быть не должно если бы этой собаки в контраст был не введен ее бы прооперировали в не том месте это важно обратите внимание где находится вещество совсем другом месте чем мы видели на обычном к.т. вот где мы видели на обычном к.т. и вот где на самом деле вещество находится справа от спинного это важно управление проведения миелографии если у вас есть садуга в общем-то проводить достаточно это исследование не сложно вот так она проводится с помощью садуги мы так вот вводим контраст а вот еще один пациент это такса без миелографии мы не видим вещества игра диска этот пациент попал ко мне после к.т. к сожалению на к.т. вещество диска не нашли и пациент попал ко мне я сделал просто обычную миелографию просто под обычным рентгеновским аппаратом и обратите внимание мы нашли болезнь диска и прооперировали этого пациента поэтому обычная миелография на обычном рентгеновском аппарате она гораздо эффективнее чем к.т. без контраста оказалось вот у этого пациента да то есть у к.т. найти болезнь дисков не удалось потому что как мы все знаем диалиновый хрящ не виден на рентгене он точно также не виден на карте и если вещество ядродиска недостаточно минерализовано на карте увидеть его нельзя невозможно увидеть диалиновый хрящ мы не видим на компьютерной томографии диалиновый хрящ выстилающей поверхности суставов мы не видим диалиновый хрящ который выпал позвоночный канал и это очевидно если она достаточно минерализована мы можем увидеть минерализованное вещество недо ради сказать она уже почти в кость превратил до но если этого еще не произошло бы это не увидим вот поэтому обратите на это внимание в первую очередь то есть проводя компьютерную томографию вводите контраст очень вас прошу что вы выяснили в результате то что я вам рассказал но то что болезни диска много не менее 7 да это очень важно ни одна нет дископатии никаких дископатий нет не существует такой болезни дископатия не существующая болезнь под этим словом врачи прячут свою некоторую некомпетентность возможно возможно просто нежелание ставить диагноз либо пытаются собрать все в кучу не пытаются иногда объяснить владельцам но при этом не понимая сами что они делают мы изучили с вами более не первого типа а диагностика должна быть с помощью кт либо когда миелографии либо с помощью миелографии лечить ее можно только двумя способами содержание в клетке не менее двух недель либо хирургическое лечение других способов лечения болезни дисков первого типа не существует мы с вами не смотрели и обсуждали другие болезни дисков вообще никак поэтому все что я вам рассказывал в первую очередь относится к болезни дисков первого типа только первого типа таблица собственно говоря в которой представлены результаты хирургического и нехирургического лечения относятся только болезни дисков первого типа не относятся к другим заболеваниям поэтому не нужно в общем-то ее переносить на другие заболевания ну это вот то что необходимо было сказать относительно болезни дисков первого типа если вас возникают вопросы я с удовольствием на них отвечу дальше я планирую рассказать и о других болезни дисков других типов а других способов лечения а других хирургических вмешательствах которые будут использованы при других болезнях дисков других типов и это крайне важно при болезнях диска других типов будет совершенно другие способы лечения во первых другие способы лечения во вторых другие способы и хирургического лечения тоже дальше наверное максимально что надо затронуть еще до это по поводу обезболивающих препаратов вы поймите обезболивающие препараты не лечат ничего то есть они не лечат принципе ничего и никогда поэтому если вы хотите обезболивать собаки при болезни дисков первого типа вы можете это сделать но делайте это в клетке если вы не в состоянии держать пациента вашего питомца клетки да то очень обезболиваете потому что это не влияет на саму болезнь это влияет на то что собака не будет испытывать боль но она начнет двигаться она еще двигаться если вы не обеспечили содержание клетки вы ухудшите состояние поэтому это важно и на этом я хочу особо в конце заострить ваше внимание я намеренно не говорил о препаратах обезболивающих именно для того чтобы заострить ваше внимание на том что это не лечение болезнь диска первого типа болезнь дисков первого типа лечится только лет только хирурги ничего другого нет лекарств нет никаких не существует никаких лекарств для лечения болезнь диска первого типа раньше мы использовали преднизолон да но после того как прошли исследования оказалось что преднизолон только удорожает лечение никак не влияя на исходы поэтому на сегодняшний день мы его тоже не используем поэтому на сегодняшний день клетка либо хирургия больше нет ничего вот все что я хотел вам сказать на еще раз спрашиваю у вас есть у вас вопросы пишите задавайте с удовольствием я на них вам отвечу